Встреча хоккеистов с губернатором прошла в дружеской атмосфере. Игроки и руководство клуба «Арктика» задали волнующие вопросы по организации, менеджменту и рекламе. Больше всего спортсменов интересовало создание вертикали клубного хоккея в регионе. В дополнение к существующим командам, молодежные и юниорские лиги рассматривают развитие всероссийской. Мы понимаем, что те ребятишки, которые сейчас только начинают заниматься хоккеем, у них должен быть рост. Это детский хоккей, юношеский хоккей, молодежный хоккей и затем уже взрослая команда мастеров. В свою очередь глава региона поздравил команду с успешным завершением сезона, отметив яркий стиль игры и уже ставший ожидаемым выход хоккеистов в плей-офф. Отличившимся игрокам он вручил благодарственные письма и отметил руководство клуба. В чемпионате национальной молодежной хоккейной лиги заполярные спортсмены заняли 12 место благодаря 21 победе в домашних и гостевых матчах. Всего за это время Арктика провела 40 встреч. Сезон получился лично для меня удачный в плане своего личного прогресса, в плане личной статистики. Сразу после Арктики губернатор пообщался с хоккейным клубом «Мурман». В этом сезоне команда показала лучший результат с момента основания, заняв 10 место в чемпионате России по хоккею с мячом. Для нового главного тренера клуба Эдуарда Саксонова эта встреча первая. Два прошедших сезона он провел в Нижегородском клубе «Старт». Мне первое время придется познакомиться с ребятами поближе, чтобы понять их максимальный потенциал. И моя задача раскрыть их максимально в каком-то другом качестве, чтобы они все свои лучшие качества реализовали на поле. Губернатор отметил, что важное достижение не только рекордные места в турнирной таблице, но и растущее число болельщиков на трибунах. Все больше мурманчан приобщаются к спорту и активному отдыху. В завершении встречи хоккеисты пригласили главу региона посмотреть на игры в новом сезоне.